Газета «Нераскрытые преступления» представляет В мире есть сила, порядок и закон Когда равновесие нарушается, появляется преступление 10% трудовая, а все остальное это все-таки сексуальная эксплуатация Проблема эта так и продолжает существовать В любом случае наши девочки так и выезжают Но, скажем так, на сегодняшний момент уже практически нет таких фактов Когда человека вывозят путем обман Практически каждая девушка на сегодняшний день выезжающая за границу С целью знает, что она едет заниматься проституцией Турция одна из основных, скажем так, стран Куда поставлялись девочки с Украины, Молдовы В частности, допустим, Одесса Это вообще транзит в те времена еще, когда мы ходили сюда С территории, ну, с порта Одессы в Турцию Насколько я помню, два раза в неделю, по-моему, ходили рейсовые суда Это был суд Глория, Каледония, потом Южная Пальмира Скажем так, даже судя по количеству людей, депортированных с территории Турции Из-за занятия проституцией, ну, это в неделю где-то в пределах 50-100 человек Это люди, которые были там, скажем так, полиции Турции задержаны и депортированы на территорию Крыла Если мы берем времена, о которых мы говорим, 90-е, 2000-е, то зачастую действительно присутствовал такой момент, когда людей обманывали Обманывали как? Их не вывозили, вот мы говорим о работорговле, да? Это не значит, что человека здесь там похищали, бросали в ящик Хотя, может, такие, наверное, присутствовали у менты, но, допустим, я и в своей практике с такими моментами лично не знаком В любом случае люди выезжали осознанно, самостоятельно за пределы Украины Но зачастую, конечно, часто бывало, что они выезжали, им предлагали работу там горничной, нянечки, уборщицы Нормальную работу предлагали, да? По прибытии туда, конечно, их обманывали, забирали у них паспорта И уже там, естественно, принуждали, насильно принуждали в занятии проституции То есть я, допустим, из практики знаком с такими ситуациями, когда девушка таким же образом обманным путем была вывезена на территорию Турции Где ее начали принуждать заниматься проституцией Причем так очень жестко, в течение дня, суток у нее доходило до 30 клиентов Бывало такое, и на протяжении, скажем так, полугода ее еще между сутенерами несколько раз перепродавалось Конечный итог, что она была там на одном из притонов задержана полицией Помещена в тюрьму для иммигрантов и возвращена на территорию Украины То есть вот таких вот зачастую, таких очень бывало много случаев Потому что люди, которые здесь занимались торговлей людьми, которые непосредственно их туда направляли Они в те времена, ну, зарабатывали приличные деньги То есть за одну девочку бывало там, ну, там не менее, допустим, 500-1000 долларов Это было до 3000 долларов Они могли получить То есть им нужно было здесь найти молодую девушку какую-то, да, предложить какую-то работу После чего они связывались с работодателем Им скидывались деньги на оформление проездных документов Это паспорт, билет Они провожали девочку Даже не всегда они могли сопровождать Они могли просто ее провести Там встретили Все Девочку там встретили, естественно, ее привезли там на какую-то квартиру или еще кое-то Ну и все Она там, скажем так, лишала всех своих там каких-то гражданских прав На сегодняшний день уже, скажем так, меньше стало людей, которые занимаются их переправкой Их, они присутствуют, конечно, и достаточное количество, но меньше, чем было Потому что им, скажем так, уже не платят столько денег, сколько платили раньше И поэтому люди начинают взвешивать Стоит ли заниматься этим и сесть в тюрьму Заработки-то не такие уж и велики Мало того, сутенеры других, скажем так, стран, которые Стран назначения Они чуть-чуть тоже начали по-другому относиться к девушке Начали просто опять же с ними работать Платить им нормальный заработный плат То есть девушка выезжает туда, зарабатывает там деньги, она приезжает домой как в отпуск Отдохнула здесь, привезла денег У нее там могут быть здесь дети, привезла подарки и уехала обратно, как на работу Есть у нас сельскохозяйственные предприятия какие-то, да Которые нанимают людей на выполнение определенной сельхозработы К примеру, уборка полей Находятся так называемые бригадиры, да, у которых там есть бригады Ну из моей практики очень часто такими бригадирами являются лица цыганской национальности Почему-то Они, соответственно, находят рабочих, да Как правило, они могут ездить, допустим, поселом собирать Это неблагополучные семьи, злоупотребляющие алкоголем, малоимущие и тому подобное Вот они набирают этих людей, обещают им опять же там Едем в Золотые горы, еду там в другую область на сельхоз эти работы Там люди живут, работают Как правило, сразу разговор идет, что там оплата по выполнению этих работ Это, допустим, включает в себя посадку, прополку и уборку, да То есть это значительный период времени По истечению этих работ люди с людьми просто могут там не рассчитаться Вот, в принципе, здесь по большому счету это и есть трудовая эксплуатация Человек работал, человек выполнял работу свою А если вот забыть о фразе торговли людьми и просто посмотреть на предприятии Украины Разве нет случаев, когда людей увольняют и не выплачивают им зарплату? Есть, конечно Это называется торговлей? Нет, конечно Это называется трудовая эксплуатация? Нет То есть, видите, у нас, по сути, есть такой момент, как... Ну, шатки, шатки, да Где-то оно рядом, да, где-то оно рядом просто с гражданской правовыми отношениями То есть вот эта вот грань, бывает ее тяжело, допустим, доказать, что имел факт именно уголовного правонарушения По большому счету не так все просто в трансплантации органов Дело в том, что это должно быть не в сарае, вырежешь ему эти органы Это должно быть какое-то медицинское учреждение Это должны быть квалифицированные специалисты, которые по забору этих органов Это должно определенное место, где они содержатся Те же, допустим, там почки тоже слишком долго они не могут, там пару дней и все Поэтому здесь чуть-чуть с этим сложнее намного все, чем общественное мнение, скажем так И вот в том, что частенько бывают такие, знаете, моменты, когда ваши коллеги напишут что-то Выкинут средства массовой информации По уголовному заказательству мы должны это зарегистрировать и проверить проверку По фактам, которые, ну, просто, то есть по большому счету занимаемся ненужной работой И неполезной, мало того, просто бесполезной Когда какие-то факты имеют место, да, согласен Но когда просто очень наигранно, раздуто и надумано Тогда, ну, не очень это правильно, наверное Понятное дело, да, что написав какую-то, там, статью, что, там, где-то, я не знаю, там, воруют маленьких детей, там, продают их Народ просто, естественно, что в истерике Как такое может происходить? Мало того, возникает, куда смотрят правоохранительные органы и тому подобное Мы начинаем эти проверки, которые, ну, заканчиваются просто ничем Опять же, а о том, что все-таки этот факт не нашел своего подтверждения Нигде никаких опровержений, ничего подобного нет То есть это заканчивается, мы об этом знаем Но народ, в общем, напуган, что вот такие вот изверги есть у нас В большинстве случаев проблема работорговли порождена осознанным выбором человека Неверный выбор всегда влечет за собой гибельные последствия ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА